Здравствуйте, братья и сестры! В одном из псалмов царя Давида говорится «Помилуй меня Господи, яко умалишеся истины от сынов человеческих». Суетная глагола кейждака искреннему суему, устны льстивая в сердце и в сердце глагола шезлая. «Истины умалились в глазах человеческих», – говорит Давид. И это значит, что человеку неинтересно говорить о каких-то значущих предметах, но взгляд его обращается на предмет меньше значущий, и получается, что какие-то хитрые бинокли перед глазами у человека. Он уменьшительными стёклами смотрит на важные вещи, а увеличительными – на какие-то мелкие. И вот эта крыловская притча о том, что слона-то я и не заметил, вошла в жизнь, говорить о большом не всегда получается. Истинно стали маленькие в глазах людей. Это болезнь общества зачастую, это болезнь, кстати, и элиты общества. Это болезнь не только простого, пересечного человека, обычного человека. Это болезнь, может быть, интеллектуальной сферы по преимуществу. Альбер Камю был такой французский философ. Он с горестью говорил о том, что жизнь абсурдная – это одна из его постулатов, его философской системы. И он говорил, что сегодня никто не умирает за онтологические доводы. То есть в вопросах об истине никто не хочет идти на баррикады. Если Сократ пил яд за свои убеждения, а Демокрит сам себя ослепил, чтобы доказать положение свои об атомах, если кто-то был способен на то, чтобы сгореть в костре за то, во что он верит, то это не для сегодняшнего интеллектуала. Сегодняшний профессор гореть на костре к Джордана Бруно не собирается. И выверчивать себе глаз или пить яд тоже никак не относится к его книжкам, которые он пишет или преподает с кафедры. Поэтому Камю говорит, что сегодняшний человек не способен умирать за онтологические доводы. Слово «онтологический» происходит от слова «он» греческого, то есть «сущее». «Онтология» – это учение о сущем. Это, если угодно, имя Божие. Если вы присмотритесь к иконам Иисуса Христа, то в нимбе вокруг главы Иисуса Христа в эти три буквочки, заметите, там «омега», «о» и «н», «омикрон» и «н». Это будет считаться как «го-он», что означает «сущий», то есть «яхве», «егова», «господь». Христос – это есть Господь. И если по-еврейски «сущий» – это «яхве», то по-гречески «сущий» – это «он», «го-он». «Онтология» таким образом – это учение о сущем, значит, о Боге в первую очередь. И если правда, что за доводы о сущем больше никого на костёр не ведут, и никто больше за них умирать не собирается, то это значит, что вера у нас исчезла. Но я не согласен с тем, что говорит Камю, потому что история XX века, вчерашнего века прошедшего, говорит о том, что в мире есть и было, и сегодня история говорит об этом. Есть много людей, которые согласны умирать за «онтологические доводы». В истории гонений, в новейшей истории гонений за Христа есть много примеров таких леденящих кровь. Есть такой вот один. В одном из российских деревья, районов, таких регионов, зимой на реку большевики свели с окрестных сёл большое количество духовенств. Это были какие-то годы гражданской войны, лихолетий и большого перелома этого передела, собственности, перелома в сознании. Священники были выстроены на льду замёрзшей реки, к ним подходили комиссары, там по одному с пистолетом в руке, и спрашивали одну и ту же фразу «Есть Бог?». На что получили ответ «Есть». После этого был выстрел, то есть очень такой короткий был диалог. «Выстрел в лоб, человек падал мёртвым». К следующему подходили «Есть Бог?» «Есть». Получал выстрел и падал мёртвым. В этом строю поповском было много людей, но более десятка, а может быть, несколько десятков. Страх, соответственно, нарастал. Если первому ответить было легче, чем второму, то пятому было тяжелее, чем первому, а последнему тяжелее всех, потому что это нарастающая лавина смерти, и она давит всё больше и больше на каждого следующего человека. История-то закончилась прозаически, с одной стороны, как бы буднично, видимым торжеством зла. То есть все священники были убиты. С другой стороны, это было торжество веры, потому что никто не сказал, что нет. Никто, прослуживший Богу сколько-то там лет, там наверняка были разного возраста священники, старые, молодые. Наверняка там не было великих аскетов, которые жили на столпах или в пещерах. Это были простые сельские попы. Может быть, многие из них не закончили семинарий. Может быть, кто-нибудь из них попивал, имел красный нос или большой живот, за который так часто ругают духовенство. Может быть, они были не искусны в слове и были вовсе не бессребренники. Одним словом, это были обычные попы, о которых мы сегодня видим обычные священники простой сельской глубинки. Каждый из них на простой ответ перед дулом пистолета «Есть Бог?» ответил «Есть». Получил за это пулю и ушел в Царство Небесное. Без сомнения смыл все свои грехи и смертным страхом, и кровью за Христа. И эти люди согласны были умереть за антологический довод. То есть история нашей Церкви, к примеру, XX века, многочисленные мученичества монахов, мирян, священников, епископов за имя Иисуса Христа, за Бога, то есть за антологию, за бытие, за сущность, доказывают, что в человечестве не так все плохо на самом деле. В человечестве есть силы за истину страдать, и значит, люди до сих пор умирают за антологию, за антологические доводы. Кстати говоря, этот пример, он находится в неком контрасте с ситуацией, описанной у Достоевского в одном из романов. Достоевский много размышлял над трагедией французской буржуазной революции. Это был первый бунт людей за справедливость, такой масштабный революционный подъём за земную справедливость, за построение справедливого мира на земле. И этот мотив совпал у революционеров с ненавистью к религии. Все свои беды, или половину их, они увидели в религии христианской и решили, что иначе им не построить справедливую жизнь на земле, как только расправившись с христианской церковью. И они начали практично проводить этот принцип в жизни. Это было не в России впервые, не в большевике это делали. Это было во Франции в конце XVIII века. Французская буржуазная революция решилась задушить всех дворян кишками попов. Так они и пели в песенке «Кишкой последнего попа, последнего царя задушим». И вот там тоже описывается случай такой, когда восставшие рабочие коммунары на улицах Парижа вытащили священника, или епископа, кажется даже. Внутри себя там в толпу втащили с вопросом «Есть Бог?». При этом обнажили шашку и занесли над ним. Вот тот пастор, к сожалению, промямлил нечто неудоборазумительное. Он испугался, безусловно, и он сказал «Я не знаю». Что-то вроде такого. Или что-то такое похожее на… Помните, в «Берегись автомобиля» священник покупает «Волгу» у Деточкина и на вопрос «Вы в Бога верите?» Он так говорит «Вы знаете, это философский вопрос. Некоторые верят, некоторые не верят. Доказать нельзя ни того, ни другого». Вот такой вот жуликоватый ответ такой. Не прямой ответ, но не прямой вопрос. И они были поражены и возмущены этим увиливанием от простого ответа те французские рабочие, восставшие. «Так ты нам врал», – раздалось из толпы. И они зарубили его, убили его. Это был не единственный священник, которого убили. В те годы поубивали множество священников. К чести католического духовенства стоит сказать, что огромное количество простых священников, кюре, монахов умирали с молитвой и были расстреливаемы, закалываемы штыками с именем Христа на устах и доказали свою верность Богу ровно как и наши священники в XIX столетии до конца. Но вот я вернусь к началу и напомню о конце. О том, что двоедушным, мелким стал человек и кроме банковского счёта его может ничего не интересовать, а все разговоры об истине могут быть только антуражем, такой занавеской на окне, который ничего не меняет в жизни. И поэтому горько сказал один из философов современности, что никто себе на костёр не идёт за антологические доводы, за веру, за свои убеждения. Но это неправда. К счастью, это неправда. За антологию, то есть за Бога, за веру в конечные истины, в цель бытия, в существование вечной правды до сегодняшнего дня способны люди умирать. И это правильно, потому что жить, как это говорил митрополит Антоний Блюм, стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Жизнь и смерть очень сильно диалектически связаны. И если у тебя нет в жизни ничего такого, за что ты можешь умереть, значит, тебе незачем жить. Вот такую мысль сегодня вам предлагаю, братья и сестры. Стоит подумать о ней пристальнее, смотреться в неё и подумать о ней настырнее. Ангелы-хранители, братья и сестры, всего доброго, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова